Всем привет, с вами Теда. Сегодня мы смотрим наш третий шаг. Это уникальный билд Зазерга. То есть тот билд, который вы должны выучить, это открытие. И, собственно, сейчас мы его посмотрим. А пока что, ребята, все, кому не хватает АПМ, чтобы исполнять ровно билды, обязательно смотрите видео из предложки о том, как улучшить ваш АПМ. Весьма полезное, прикольное, старался, делал. Так что всем спасибо, кто ознакомится. В этом видео, собственно, буду рассказать все ключевые навыки, которые вы получите, оттачивая билд Ордер стандартный. И, в принципе, этот билд Ордер подходит против любой расы, он уникальный, поэтому смотрите внимательно и до конца. Поехали. Итак, билд Ордер, в принципе, Зазерга очень прост, проще, чем за все любые расы делается, учится, потому что сущность Зерга проста, это просто одно здание, вы строите из него все остальное, поэтому не нужно сильно соображать. Вот. А билд учится очень просто, называется 17-18-17. Это хата, газ, пул, да? То есть все описание билдов Зерга обычно сводится к тому, что три цифры, хата, газ, пул, это сапплайи, да? 17-18-17. И потом пара таймингов технологий, может быть, типа, тараканник в 3.40. Вот и все билды, вот так они примерно учатся и делаются достаточно интуитивно. Начало всегда дрон-овер-дрон, то есть начинаем игру, заказываем дрона, подкапливается 100 минералов, заказываем овера, подкапливается 50, заказываем дрона. Вылупился овер, заказываем два дрона. Опять же говорю, играем особо без всяких лишних разведок, но первый овер идет просто смотреть, есть натурал у соперника или нет, или висит где-то здесь. Второй овер уже может лететь, смотреть вокруг вашей базы. Вот. В итоге первые два дрона после овера, один из них идет вот сюда. И вы заказываете дронов до 17-го лимита. У вас здесь правый выход, должно быть 17. Это и есть 17. Да, 17-я хата. Хата, газ, пул. 17, 18, 17. 17-я хата, соответственно, он только становится хатой, у вас лимит становится 16. Как вам сделать 18-й газ? Ну, очень легко, заказываете двух дронов, то есть первый дрон пошел, второй дрон пошел, вот второго дрона заказали, ставим газ. Поставили газ, дальше 17-й пул опять. То есть теперь никого не надо строить, соответственно, мы ждем и строим пул из второго дрона заказанного. Потому что первый выходит, он еще у нас не накопил или на пул. Второй выходит, появился, сразу же хватило на пул. Все, 17, 18, 17. Сыграли, вы выучили билд. Все, вы чемпион мира GSL, можно так сказать. Ну, на самом деле нет. Нужно еще немножко понять, что дальше должно происходить. На этот газ по-разному насыщается. Обычно мне нравится срывать одного рабочего с минерала и два других заказанных туда идут. Так, в принципе, достаточно в нужный тайминг получается газ накопить. Затем, какие важные вещи вам нужно знать и делать. Как только достроился... То есть вы сейчас строите этих дронов. На 19-м лимите еще заказывается овер. Затем вы отправляете рейпоинты на натурал. И как только достроилась вторая хата и пул, это почти одновременно или одновременно будет, заказывается две квины. Две квины. Скорость лингов. И тут дальше, в зависимости от того, против кого, конечно, вы играете, еще заказывается четыре линга в это время обычно. Если против противца, можно чуть позже заказать лингов, сразу заказать дронов. Но самое главное, дрончиком бежите сюда и в 2.30 ставите третью хату. Вот, 2.30, третья хата. Собственно, вот это опенинг закончен. Дальше уже идут реакции. То есть тут вы что-то можете увидеть. Если не видите базы, вы должны как-то реагировать. Но пока вы тренируетесь, не нужно ни на что реагировать. Нужно просто делать билг. Делаем две квины. Первая квина, получается, делает инъекцию. Вторая квина делает крип. Не нужно делать две инъекции, как здесь. Но если сделали, ничего страшного. Делаете, получается, сразу лейр. Это одна опция. И квину. Вторая опция — это скорость оверов. Но это все потом, потому что мы сейчас не разведываем. Нам не нужна скорость оверов. Нам нужна безопасность. Сейчас мы делаем лейр, чтобы сделать оверсира против невидимых юнитов, если что. Вот. И вторую квину. Когда квина у нас появляется, ей мы начинаем делать скрип и идти на третью базу. Все. У нас на каждую базу по квине. Сейчас мы можем просто начинать строить, в принципе, юнитов отсюда. какое-то количество собачек для защиты, потому что он играет с одной базы. Но в целом наша цель, как и раньше, это, в принципе, просто замакситься, замакситься как можно раньше. Здесь, опять же, соперник, играя с одной базы, нас заставил немножко понервничать. Здесь мы построили пару собачек. Как только мы видим, что он садит вторую базу, сразу же включаем режим дронов и начинаем максимально дрониться отовсюда. Так как он вышел позже в вторую базу, здесь я его немножко напряг, пришел, прогнал и ушел. Параллельно с этим мы дронимся, дронимся, дронимся. Вот так, в принципе, зерги и работают. Максимально за короткие сроки пытаемся продрониться. Как только у нас есть какая-то экономика, которая нас устраивает, к примеру, это 51 дрон, да? То есть нам не обязательно, в принципе, всегда 60 делать. Возможно, вас устраивает 51. То есть вот такая вот куча газов и немножко на минерале забито. Возможно, не устраивает, тогда забивайте, делайте, вон, 70 рабов всегда. Из максимального количества рабов делаем 4-5 хат, делаем парочку квин, делаем кучу инъекций и просто начинаем клепать юнитов, юнитов, юнитов. Апгрейды не нужны. Сейчас играйте без апгрейдов, учитесь просто максить армии. То есть пытайтесь за кратчайшие сроки собрать 200 лимита. Вот тут в игре как бы мы готовились к каким-то нападкам. Все равно 9 минута нас 200. И, естественно, естественно, что, ну, на 9 минуте, когда нас 200 лимита, ну, это почти нереально отбить. В лигах ниже там алмаза, к примеру, у вас будет, у вас проблем точно не будет. Вот, поэтому вот такой вот стандартный у нас билдордер. Весьма хорош. Здесь, в принципе, вот так вот выглядит наше сражение. Мы пришли, накидали байлов, просто пошли, ну, и, в принципе, показали, как зерк давит, да. Наверное, было бы хорошо показать вам, как правильно действовать, если соперник, к примеру, к нам, ну, нас не смущал своими действиями, да, где я тут собачек заказал. Лишних. Наверное, где-то тут мы сейчас закажем собачек лишних. Сейчас мы этого делать не будем. Просто показываю, как это должно выглядеть. Делаем крип, идем на эту хату. Заказываем две квины. Продолжаем заказывать дронов. Ждем, 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 ждем. Сейчас готовимся, накопится энергия, начнем делать инъекции. Все, накопили, инъекции поделали. Пытаемся замокситься. Давайте сделаем малым там. Такой же сделаем рвагерами, просто, к примеру, что нам не мешали. То есть соперник развивался, не шел в какой-то дикий харас. Для этого просто продолжаем накидывать инъекции. И развивать наших дронов. Сначала лучше всегда развить минеральную экономику, потому что потом будет намного проще со всей остальной работать. Развиваем, развиваем. Пятая минута. Смотрим, что у нас. 56, 57, 58, 59, 60 дронов есть. Супер. Все, 60 дронов есть. Еще парочка дронов. Парочка инъекций. Добавляем газы. Добавляем нашу технологию. Да, то есть это гидроден, например, и... Да, гидра... Гидра бейлинги. Так и сделаем. Распределяем дронов. Еще раз распределяем дронов. И все, смотрите. 5,20 в принципе. Мы дожили, что у нас полная готовность к боевым действиям. Нужно лишь наделать оверов немножко. Можно заказать какие-то апгрейды, которые нам нужны, к примеру, на скорость передвижения бейнов и гидры. Заказываем оверов и, собственно, боевой лимит. Вот. Отсюда просто инъекции, инъекции, инъекции. И начинаем уже производить наших гидролисков, бейлингов, тараканчиков, всех, кого не лень. И заметьте, что отсюда накопление новых войск идет очень быстро. Очень нормально отсекут ресурсы. Седьмая минута на подходе. К седьмой уже подкапливается у нас 120 лимита, но не забывайте, это достаточно качественный лимит. на этих минутах, как минимум. Так-то, как говорится, и по качеству не видали. Ну, я вам честно скажу, если вы на пятой, ой, на седьмой минуте будете приходить вот так вот, 150 лимита, у вас все будет точно отлично. И все. Я просто заказываю, делаю инъекции, тяну крип по надобности. И к восьмой минуте нас накапливается почти 200 лимита. ну, это не критично, скажем так. Самое главное, у нас есть какие-то даже апгрейды, то есть скорость передвижения бэйнов, есть дальность атаки гидры. Это действительно мощнейшая армия, то есть в восьмых минутах, не знаю, ребят, все сойдут с ума, просто если вы такими армиями будете вырываться. Просто, это ж, ну, полнейшее уничтожение. Ужас, просто ужас. Вот такой вот стратегия, такая тактика. Спасибо за ваши лайки и комментарии. Напоминаю, что эта серия это часть обучающей программы из 10 шагов. Вы можете посмотреть всю программу, перейдя в плейлист либо перейти на следующую серию. С вами был Дед.